Всем привет! У меня вечер, я только выложила видео. С Линой мы сейчас собрались ехать в магазин, хотя пока мы собирались обе, магазин уже закрылся. Мы хотели батареи посмотреть, там же обеим нужны батареи новые. Отопление скоро дадут, надо их менять. Она мне сейчас звонит, говорит, Ира, а у тебя осталась ещё шарлотка? Я говорю, ну конечно. Она говорит, возьми с собой. Я говорю, ну ладно, возьму. Говорю, ну вдруг, говорю, она невкусная, вдруг тебе не понравится. Она говорит, понравится, говорит, она вкусная. Я говорю, откуда ты знаешь? Она говорит, я видела на видео. Ой, я говорю, ну ладно, раз ты видела на видео, значит точно вкусная, да. Отрезала ей два кусочка и оставила себе один, потому что я её почти всё съела. На удивление, очень быстро. Вот у меня один кусочек остался на завтра, ну или на вечер, смотрю, во сколько приду. А помните, я говорила про топинамбур? Я его нашла. Вот он, целая огромная плантация. Но Лину больше интересует малина. Лина-малина, Алинка-малинка. Да, это я. Да, это я. Собрали уже всё. Здесь тоже старая, но есть вон и молодая тоже, но в следующем году будет поданность. Вон туда прям тропинка есть, видишь, там собирают. Я так хочу его выкопать и попробовать. Он такой вкусный просто. Кто знает, тот поймёт. Тебя нашла хоть одну? Да. Покажи. А? Покажи, говорю, съела уже. Да, я съела. Вот ещё одну. Вот. Да я даже вообще, ну, ни о чём. Вот, кстати, более-менее ягодка. Малину так не собирают. Малину собирают, берут куст, поднимают, ну, ветку. И вот, видишь, там сколько ягод. Тебе понравится. Много? Ну, для тебя целых две. Для меня целых две? Они более-менее. Ну, одна крупная, одна не очень. Вот тоже. Всегда надо поднимать ветку и смотреть. Хорошо. Ну, можно туда пройти, но я не пойду. А я там вижу Малину. Ну, пройди. Что собрала? Вот так вот. Ну, для такого места это немало. Вот ранетка, которую мы снимали недели две назад. Она стала такая красная, такая красивая. Но напротив солнца не очень. Они покрупнее. Смотри, вот здесь вообще красные. А это означает, что они сладкие? Фиг его знает ранетка, бывает ли сладкая. Терпкая, может быть. Как будто ягоды. Ну, вот эта прям вообще красная. Ну, сорви, попробуй. Какую? Вот эта? Ну, выше которого. Вот эта. Дискотека, кукла, слышишь? Да. Ну, явно получше будет, чем тогда. По вкусу. Что? Кислое. Знаете, еще придем через две недели. Урожай. Пока не время. Чего, урожай? Урожай, говорю. Я зашла в магазин, купила в Командоре все сладкое к чаю и лук. Лук немножко не вписывается, но лук нужен. Взяла еще арбуз, половинку фруктовиков. Сказал сладкий, не знаю, не пробовала. Прошлый, кстати, который я брала в Командоре, четвертинку, я ее выбросила полностью, он вообще невкусный был. Казахстан. Эти тоже Казахстан, но он говорит, Казахстан бывает разный. Короче, попробую, если они вкусные, тоже выброшу и больше не буду у них брать. Приходится вот так просто искать и надеяться, что когда-нибудь упадется сладкий. Сегодня... Стреплоте поднимается. Сегодня мы пришли загорать на Енисей, а тут ветер. Лично мне холодно. Хоть я и надела платье и купальник. Вон там опять что-то плывет, и видно мост. Мост высокогорский. А куда оно? Туда или сюда плывет? Такое ощущение, что кто-то вообще на месте стоит, да? Загорают? Да. Что-то одни мужики. А, здесь? А, ну да. Ну ладно. Наши места заняли уже. Так мы и не скатались с тобой на ту сторону. С людьми, которые нас постоянно здесь зовут. У нас тут летит вертолет. Мы лежим. Собаки тут гуляют рядышком. Откуда взялись, непонятно. Тоже купаются. Вертолет я уже какой раз сегодня вижу? Уже третий раз вижу. Именно этот желтый летает, летает. На пятом он сегодня летал. Я сегодня там ездила в пятый, была в клинике. Лечила зуб, стоматолога была. И обратно шла, и там кружил вертолет туда-сюда. Поэтому я сейчас немножко контуженная наполовину лица. Потому что у меня анестезия тут. Все такое полуанемевшее. Ну ничего, отойдет. У нас тут опять две зубы. Близко плывут. А вон там плывут рёбра. Смотри, какие волны, да? Вообще красота. Кто смотрит? С переднего? С правого? А им же интересно, почему мы с камерой. Финиш. О, прикинь, это финиш. Как много судов, да, тут ходит. Что за песня про финиш есть какая-то? Блин. А, это всё. Это финал. Что-то там. Вся твоя любовь, бесконечный скандал. Нам пора вернуться, нам пора уйти. И не появляться друг у друга нахуй. Слушай, что такое? Это всё, это финал, а здесь финиш. Вон чайки летают. Чайка тут. Да-да-да. Откуда у нас тут чайки, непонятно. Какая-то тина уже появилась на Енисеи. Конечно, уже не покупаться, потому что прохладно. Слева там люди нас зовут на рыбу, они жарят рыбу. Кого они там, гальянчиков, да, жарят? Они сейчас пока ушли, говорят, ждите. Но мы, конечно, не будем есть гальянов. Спросили, пьём ли мы вино. Мы сказали, что нет. Поэтому мы скоро пойдём домой. Подальше от гальянчиков и от вина. У нас угостили рыбкой, это гальяны, сказали. Это пискари. Вы сказали гальяны. Это пискарь. Эта рыба называется пискарь. Такие две маленькие штучки нам дали на веточке. Лена, будешь пробовать. Держи. Ну, вот эта, да, моя? Ой, держи её. Да, держу, держу. Класс. Так мне как бы руки надо помыть, что ли? Давай пакет только уберил. Подождите, волосы. А, ты красивый? А можно плодник убрать? Хочется собереть. Но он вкусный сам. Планник вкусный, так это же кости. Нет, там нет. Там он запрожает. На какую-нибудь рыбу похожа, Ира? Ира разбирается в рыбе. Ну, я бы её ещё дожарила. Она такая прям очень-очень нежная. Значит, вот эту попробую. Вот эта вот тоньше. Вот эту попробую. Мне кажется, да, её лучше ещё дожарить, да? Да, вот этого ничего-то нет. Это получше, да. Нормально, вкусно достаточно. Попробуй. Вот плодник уже выкинул. Его надо было... Ну, это же кости. Нету там костей? Там прям нету костей. У пискаря. Ну, что-то напоминает, да. Что-то интересное, да? Что-то очень знакомое, да. Котлеты. Нет, не котлеты. Рыбуешь пробовать? Вот, Голян. Голян, ты вот эту не дожарил. Не дожарил? Да, вот эту вот. А вот это дожарил. Вот это самое классное. Да? Да, вот это классно. Спасибо большое. Скуру не чистит, тут нет чешуи. Аж повело. Аж повело, девчонка. Вкусная рыба. Что-то напоминает, да? Вкусненько? Вкусненько? Ну, ладно, спасибо. Спасибо большое. Теперь у нас есть ужин. Хотите, мы вам сделаем стук 10 и дома. Да нет, мы торопимся. Адрес скажите, мы вам стук 10. Спасибо большое мужчине, что накормил, угостил. Но мы боялись пробовать. Нет, почему? Я не боялась. Ну, ты говорила, я не голодная, а я боялась. Да? Ну, ты сказала, да я не голодная, а я переживала. Короче, не фокусируется. А не фокусируется. Почему? Потому что маленькая. Вот такая рыба. Как-то устрашающе выглядит после моего обкусывания. Ну, она солью посыпана, да? Вкусная. Ну, как рыба-гриль такая. Ну, понятно, на костре жарили. Поэтому так-то, в принципе, вкусно. Это пескарь. Точно. Это пескарь. Сначала они сказали, что у нас гальянчики, а принесли пескаря. Странно, да? У нас гальянчики. На тебе пескаря. Маленький пескарик. Пальцы. Я тоже хочу пальцами все ободрать и любать кости. У меня руки хватает. Ой. Что-то я в песке закопалась. Мы заехали в магазин автозапчастей. У Лины тут одна фара же не горит. И нам помогают тут вставить лампочку. Кстати, вот эту дальнюю поставили. Она не работает. Значит, дело не в лампочке, а в каких-то... Что-то в электрике, да? В электрике, я думаю. Сейчас еще надо ближний попробовать поставить. Такой ветер у нас очень у меня. Плаки разлетаются. Ну что, я пришла домой, включила сразу песню «Это финал», потому что она заела. Зашла в аптеку, купила ромашку. Лесной бальзам. Вот такой. Так, это просто моя вода. На Валберис забрала вот такой консилер и тинт. Сейчас открою. Обычный тинт. Для меня блеск да блеск. В общем, такой взяла. Консилер. У меня такой уже есть. Это, по-моему, второй. Вот так называется. Цвет номер два. У меня такой есть, но у него колпачок треснувший. Он постоянно вытекает. То есть я не могу его никуда с собой взять, поэтому заказала новый точно такой же. Здесь, конечно же, сладкое. Вот этот треугольный кусочек тортика, который сметанно-медовый, что ли. Уже третий раз беру такой. Ореховая корзинка. И два персика. Сказали, что очень-очень вкусный. Я решила взять на пробу. Посудомойка помыла. Надо её разгрузить. И жарю себе котлету из Ермолина. «Кордонблю» называется. Пока что не знаю, с чем. Пока что жарю. Мне вообще так больно разговаривать, потому что Анастезия... Анастезия отходит и прям... Жесть. Но надо отдать должное. Она укол поставила практически не больно. Обычно они втыкают в десну. Так всё ломит. Такой звук, хруст. А здесь нормально. Терпимо было. Ну вот он, этот консилер. И вот он весь течёт. Трещина. И через неё всё вытекает. То есть никуда его с собой не возьмёшь. Вот тоже ещё одна из неё. Тоже течёт. Ах, не повезло. Не знаю, как новый ещё не открывала. Надо будет посмотреть, как он. Космофен, кстати, купила. Показывала, по-моему. Купила, стоит, но так и не приклеила серёжки. Вот это у меня отклеилось. А где вторая часть, я даже уже и не помню. Вот она, нашла. Короче, мне тут есть чем заняться на ночь глядя. Я сегодня хожу по делам. Такое солнце, ничего не видно. Мама говорит, вроде как последний жаркий день сегодня по прогнозу. Я была в банке. Сейчас пойду к линии, на работу. Спрашивают, где я на работала, хотя я уже показывала. Спрашивают про меня, про мою работу тоже, хотя я рассказывала и говорила, что не могу говорить о других людях. Ну, в принципе, кратко я могу сказать про себя, что я сейчас работаю на себя. У меня оформлена самозанятость. У меня есть заказы в плане того, что я люблю. Это монтаж, фотографии. То есть пока есть такая возможность работать на себя, я работаю на себя. Такой ветер, не знаю, слышно ли там что-нибудь. Такую тему я начала в неподходящую погоду. Также я беру рекламу на ютубе. Многие же писали, почему ты не берешь, почему не пользуешься этим. Да, я беру какую-то там рекламу. Плюс здесь жизни, у меня есть заказчики, люди. Короче, у меня есть возможность зарабатывать больше, чем в любой государственной организации. В государственной организации я получаю мрот. А здесь, работая на себя, я сколько работаю, столько и получаю. В общем, мне сейчас это удобно. Не знаю, что будет дальше, но сейчас вот так. Алина работает в Аспоне. Вон там она находится, на Белинского. Это, кстати, наша стела городская. Здесь что-то сегодня никого нет, хоть и жара. Там, потому что будний день, видимо, фонтан, который не работает. Ну, это нормально. Я вышла с банка, сейчас немножко посижу и пойду зайду к клинику в гости. Проведаю ее, расскажу о новостях. Опять же, по работе, которую я не могу рассказывать на всеобщее обозрение, потому что это касается других людей. Я думаю, вы меня поймете. Мультяшник для котят, нет? А, они стерилизованы. Индейка с клюквой. Нужна котам клюква? Как вы поняли, мы в кошачьем и собачьем магазине. Кошачий, как он называется? Для мур? Мур-мур, что-то такое. Что это такое? Что это? А, это переноска? Ого. Какие, да? Такие фирмы, которых я вообще никогда не видела. Когда у меня был кот, вообще таких фирм не было. Роял Канин был. Тоже Роял Канин. Вот этого не было. Хиллс был. Ротлан был. Вот этого не было. Этого я тоже не видела. Алине-то нужен именно для котят. Ты когтеточку царапаешь? А? Когтеточку царапаешь? А, ну, видишь, здесь такие. О, это огромный прям дом. Я тут могу жить. Вон тоже всякие когтеточки. А это для тевичек. И вот всякие консервы. Похожи на тушенку. Мисочки, смотри, какие. Каких только нет, офигеть. Даже вот такие вот, прикинь. Ага, прикольно. Вот мое время не было такого. А это что такое? Это креветки для водяных черепах. А это что, наполнитель? Ничего себе, какой интересный. Таких не видела тоже. Как интересно. Яхтушка. Тут тоже мягкая. Пойдем. Амур. Воу-маркет. А вот она. Аскона. А вот мои цветочки, которые стоят на моей тумбочке. Помнишь, я с ними снималась? Ее, конечно, ты сказала. Да, 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 да. Я сказала, я в квартире, на моей тумбочке стоят пионы. Ну, это так. Вот это было здесь давненько. Вот так вот снимаешь, показываешь, рассказываешь. А потом, а где работает Лина? А где вы находитесь? А что это такое? Потом опять снимаешь, рассказываешь. Потом опять, а где что? Я понимаю, конечно, что смотрят невнимательно, поэтому не обижайтесь те, кто говорят, что я повторяюсь. Мне приходится повторяться и вкратце, и так что-то рассказывать. О, здесь есть залипательная штука. Берем шарик. Вот здесь он не прыгает, а вот здесь он прыгает. Я когда прихожу, болтаю с Линой, я всегда вот так делаю, потом говорю, а-а-а-а, все, не трогать. Ну, правда, прикольно. Все, убираю. Конфетки. Кстати, я выяснила, что они все разных цветов, но на один вкус. Мне это не нравится. Ага, я все вижу, что ты там делаешь. Дублируется же. Я в этом платье сегодня, все такое витрино на улице. Я его всю дорогу держала, потому что оно поднимается, развивается. Короче, все замучилось. На улице такая хорошая погода, а ты работаешь. Бедняжка. Там вообще жара. Ну, можно выйти на улицу просто, подышать воздухом. Шла от Лины домой, услышала музыку. Думаю, дай-ка зайду на набережную, там сегодня, видимо, какой-то концерт. Ну, не там, здесь я уже подхожу. Ну, конечно, решила зайти, пройти через набережную, посмотреть. Вот здесь холодно возле Енисея. Вообще холодает жутко. Вот танки наши, Енисей, и вон там сцена. Шашлыки жарят. Ого! Это называется арт-набережная. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот он, высокогорский мост, отсюда видно. Кстати, сегодня появилась информация о его открытии. 5 сентября откроют мост. Наши люди опять недовольны. А что так долго? А что без салютов? А что времени нет? Почему неофициально? Кому он нужен? Ну, короче, опять нитье, как всегда. В первую очередь он нужен тем, кто ездит в Северо-Енисейск и тем, кто живет в Высокогорске. Ну, много недовольных, в общем. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok. ПЕСНЯ 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 Хорошо поют, конечно, такие чувственные песни, душевные. Если б не мой вид, я бы осталась. Но я бы замерзла жутко в моем миссии в таком виде. Собедоват. О, фейерверки. И какие-то что-то вообще унылые. Всё? Серьезно? Ну, такое себе. Так, я тут что, убираюсь потихоньку? Мусор пошла забрасывать. Услышала фейерверки. Я убралась дома, пропылесосила. У меня в зале так темно. Вот весь свет, всего три лампочки работают. Ну, и ладно, в принципе. У меня есть ещё вот эта маленькая. Как это называется? Светильник маленький. И клетчо. Тоже достаточно много света даёт. Но она немного, но приятный свет. Мне кажется, я такая загорелая в этом платье. Но я действительно загорела этим летом. Здесь, допустим, рука светлее. Здесь уже прям тёмная. Тёмная. Свет. Неправда. То ли платье такое, то ли что. Нет, я просто загорела. Да. Я этого хотела, и я загорела. Темновато, конечно, в квартире. Даже со всем освещением я включила уже вообще всё. Кстати, по поводу оценки. Я же позвонила оценщику. Алиса, тише. Со своим «Оставь меня в покое». Тише, Алиса, тише. Ещё тише. Кстати, многие спрашивают, что мне подарить на день рождения. На 16 сентября. Что я могу сказать? Не знаю. Доброту свою, отзывчивость, энергетику, заочную любовь, преданность, человечность. Я не знаю, что я могу требовать от зрителей, что я могу просить на день рождения. Вот сейчас просто с Алисой так как разговариваю. Я думаю, что мне нужно купить колонку вторую на кухню. Я думаю, может взять мини. Но это я, в принципе, сам могу купить. Но я пока не хочу этим заниматься. Просто мне некоторые люди говорят, что можно сделать умный дом там и так далее. Но это нужны и лампочки, и датчики. Я пока что этим не занималась. Но думаю, что вторая вот эта станция мини, Яндекс, мне пригодится. Поэтому колонка. Недорого. Просто. Я не знаю, что придумать. Колонка мне точно не помешает. Только я не знаю, как будет звучать вот эта мини. Вот эта вот Яндекс-станция Макс, по-моему, она называется. Она, конечно, очень хорошо звучит. Как будет звучать мини, не знаю. Но если что, приму с радостью. До дня рождения-то осталось совсем ничего. И главное, все уже об этом знают и спрашивают. Мне приятно, конечно, но вот как-то так. Больше вопросить не могу. Оценщику я позвонила. Вот. Звоню, он говорит, Ирина, ну как ты? Жива, здорова? Я говорю, я-то, да. Говорю, а вы? Он говорит, сколько времени прошло? Я говорю, три недели. Он говорит, а что следует за тремя неделями? Я говорю, не знаю. Он говорит, четвертое. Я говорю, что-то не того с оценкой? Я говорю, что-то не так? Он говорит, все еще хуже. Я говорю, что? Он говорит, я не сделала. Он говорит, потому что в отпуске человек, который вот это все описывает, оценивает, видимо. Он говорит, мы с тобой сделали все, что могли. То есть он приехал, оценил, я там тоже всё сделала, ну вот это всё предварительное, что делается перед самим осмотром квартиры, от нас зависящее мы сделали, оценщика я, а дальше передаётся это всё строителям или куда-то. Я не знаю точно кому, но тот человек в отпуске, он говорит, подожди ещё недельку. Ну мне это на руку, раньше бы я рвала и метала, я терпеть не могла, ничего ждать, но сейчас мне действительно не до этого, я взяла на себя очень много работы, ну я уже пояснила по поводу работы, поэтому мне сейчас и самой не до оценки. Так что всё к лучшему, пока что ждём. Не помню, показывала ли я вот этот вот подарок, который мне подарили, мне кажется это очень мило и символично, это подарок от Игоря, он тогда подарил вот этот большой казина, кусочек моста я написала, не помню как они называются, так вдоль моста по бокам выкладываются, из мелких камней, залитые вот этой вот штукой, вот которая здесь, не помню, как эпоксидная смола или что, ну что-то вот наподобие такого, короче какой-то состав, я в этом не разбираюсь, хоть он и объяснял. Ну, похоже пора начать рубрику ответы на вопросы. Кто такой Игорь? Многие спрашивают. Это человек с моста, ну кто смотрел видео с Кеми, тот знает, кто такой Игорь. Один из строителей моста, типа постоянно с нами ходит, мы с ним встречались, всего лишь два раза он приезжал в наш город, два раза он с нами ходил, два раза он попал в видео, поэтому вот. Вот, это он, он с моста, как он говорит, Кемского моста, я не знаю как там правильное ударение, но короче Кеми это речка, которая находится, ну именно этот мост находится от Лиссибирска, Енисейск, туда выше Озерное и Кеми. И вот этот мост через Кеми строится новый, вот там он работает, там они строят, и поэтому у нас с Линой есть такие вот трофеи оттуда, в память об этих временах. Раз уж я начала отвечать на вопросы, наверное, сейчас в конце видео отвечу на вопросы, постараюсь кратко, нет, я не умею кратко, я постараюсь, но мне не получается. Удалось ли мне полностью избавиться от муравьев? Да, ловушка-брос, по-моему, польская. Я ответила в комментарии, и многих, в принципе, отвечают, кто спрашивает. Я её сама не покупала, я вызывала дезинсектора, который мне её приносил, поэтому ссылку я скинуть не могу, у меня просто её нет. Можно найти на Ванберес, на Ванберес точно были, но они не всегда есть в наличии, стоят достаточно прилично, по-моему. Наверное, от полутора до трёх, мне кажется, она 2 500 стоила раньше. Я вызывала дезинсектора, который залил всю квартиру, и плюс разложил вот эти вот ловушки, две штуки, и всё, и они пропали. Потом появился, правда, пробитый подоконник, потоп. Чё тут ещё было? Чего только не было? Батарея потёкшая. Чё ещё тут было? Замок надо менять, что-то заедает. Но это, в принципе, можно ВДшкой, ВД, ВД-40, да, забрызгать, у меня она есть. Какие тут ещё были проблемы? А, стояки у меня текли, где эти счётчики стоят в ванной, тоже её меняла. Я тут чё только уже не делала. Это, скорее всего, муравьи живут на чердаке и мне мстят. Мы с мамой так смеялись, когда был потоп. Мама говорит, это всё муравьи устроили, потому что дождь, обычный ливень, но столько воды у меня тут было, вёдер, тазиков, что реально такое ощущение, как будто там просто провели трубопровод, воронку поставили и всё в мою квартиру стекло. Ведь у соседей-то всё хорошо. Короче, муравьёв нет и ладно. Дальше. Может и тебе завести животинку собаку? Я собак не люблю, я больше кошатница. Но может быть, конечно, всё меняется, может мне понравится какая-то собачка, может быть, я заведу. Но на настоящий момент я пока что не хочу никого заводить, потому что у меня был кот, он болел, умер, у меня эта травма, мне всегда кажется, что с ними что-то случится, я пока никого не завожу, но если всё-таки решу завести на настоящий момент, то я бы взяла кота или кошку, но не собаку. Проведите мукбанг вы сможете. Я знаю, что это что-то связано с едой, чтобы провести надо посмотреть подобные видео, изучить всё, подумать с кем, что, где. Пока что я не занимаюсь этим вопросом, мне пока что просто некогда, но может быть, когда-нибудь изучу эту тему, если это кому-то нужно, не знаю. В общем, я подумаю над этим. Так, какой сорт тыквы у мамы? Я не помню, по-моему, она говорила, какая-то конфетка или что-то такое. Сейчас уже поздно, я уже не буду в такой час звонить маме, но я потом спрошу, когда к ней поеду, вот, в воскресенье, наверное. И если не забуду, то спрошу про сорт и озвучу видео. Могли бы вы поподробнее рассказать про освещение на кухне и дать ссылки? Освещение на кухне. Сейчас пойдём на кухню. Я думаю, что речь идёт вот про это освещение, про ленту, наверное. Про ленту, про датчик. Думаю, не про потолок же, с потолком всё понятно. Вот какие-то мелкие мушки летают. Откуда они берутся? Из цветов, что ли? Хотя, мне кажется, они больше на кухне. Странно. Откуда-то берутся, потом сами пропадают. В общем, неважно. Сразу скажу, что ссылок у меня никаких нет. Всё это покупалось в обычном магазине. То есть, что здесь требуется? Сама лента, она продаётся метражом. Ну, сколько вам надо метров, столько и берёте. У меня здесь, я не помню, сколько я уже не замеряла это. Это замерял всё электрик. Короче, покупайте метражом ленту. Это не RGB, это холодный белый. Также метражом продаётся профиль. Вот так вот он выглядит сбоку. Вот такой вот профиль. В него приклеивается лента, там всё подключается. Фиксируется на вот эти вот шкафы, приделывается. И ставится датчик. Вот такой датчик, который... датчик движения. У меня лично этот датчик стоит вот здесь. Мебельчик мне его врезал прямо в ЛДСП. Туда силикон, по-моему, белый, ну, герметик залил. То есть, он держится на герметике. Так, включу. Так, вот датчик. Провода выходят вот здесь. Потом они идут... Куда они идут? В шинфундук. Вон туда. Там дырочка. За этим шкафчиком проходят провода. Вот здесь они выходят. И идут в... Как он называется? Все по-разному называют. Я почему-то всегда называла контроллер. Ну, пусть будет блок питания. Не помню уже, насколько это. У меня есть видео. Там так и написано. Закупка электрики. Или покупаю электрику. И там я говорю, насколько, что, сколько стоит. Ну, и дальше вот розетка. Вот розетка здесь была. Потому что здесь была микроволновка. Только она, по-моему, ниже стояла. Эй, не помню. Все есть видео. Если смотреть... Все-все-все. Каждый свой шаг, стоимость. Я снимала все. Вот такое освещение. Датчик по поводу того, что... Как он глючит, не глючит. Он иногда моргает. Вот сюда когда кладу телефон или что-нибудь такое. Видимо, все-таки как-то расстояние. Хотя здесь... Ну, вот, допустим, здесь вот водишь. Ничего не срабатывает. Только близко надо провести. Тогда оно сработает. Но бывает иногда глюк, и оно начинает моргать. Это нормально. На прошлой квартире же тоже был такой датчик. Сколько он там стоял? Года четыре, наверное. Да, иногда моргает. Но это не критично. Это бывает очень редко. Пару раз так включил-выключил, и все. Ну, раз в пару месяцев, может, моргнет. Фирму датчика. Ну, это Китай, наверное. Не помню, сколько стоит. В видео тоже все есть. Я прям показывала коробочку, по-моему, инструкцию, цену, чек, где все это написано, сколько стоит, как называется. Поэтому вот, закупка электрики, по-моему, называется видео. И еще раз скажу, что ссылок мне нет ни на датчик, ни на ленту, ни на профиль, ну, ни на что. Ни на контроллер. Все покупала в обычном магазине. Не помню, как называется. Сейчас загуглю же. Электросила называется он в нашем городе. Находится в Зеленой Роще. Электросила. Просто в обычном магазине все покупается. Продается в любом магазине строительных, там, или электрики. Ну, в общем. На сайтах, наверное, тоже можно заказать, но я покупала в магазине. Дальше вопрос про волосы. Мои волосы, которые я никак не могу покрасить. Мне просто некогда. Говорят, что можно сделать не милирование, а элитач, что ли, техника называется. Типа сравнять мои крашенные с некрашенными, чтобы плавный был переход. Но я пока думаю, надо найти колориста и там уже записываться. Вопрос, кстати, про волосы развернутый. Спасибо. Я люблю такие вопросы, когда конкретные вопросы. Их много, но они конкретные. А не так, что расскажи. Я же не знаю, что вас интересует. А здесь вот прям конкретно. Так-так-так-так-так-так-так-так. Где-где-где? О, свой уход за волосами. Как они у тебя так быстро растут? Ну, сколько они отросли? Ну, наверное, как раз вот настолько вот где-то. За год и три месяца. Я считаю, что у меня волосы растут достаточно медленно. Просто я стараюсь сохранить длину. Как раз тут что делать, чтобы волосы не секлись, не ломались и не выпадали. Я заплетаю косичку. Тоже уже где-то показывала, но если вкратце объяснить, вот сделаю как раз вот здесь уже у меня сейчас резинка. И потом сверху крабик. Если убрать крабик, то вот будет типа просто хвостик высокий. Делаю высокий хвостик, заплетаю косичку такую длинную, и всё. И то есть у меня косичка, и я с ней сплю всегда, каждую ночь. На протяжении уже лет 15, наверное. Если я не заплету косичку перед сном, я просто не засну. Я не смогу, наверное, никогда в жизни больше заснуть просто с распущенными волосами. Я всегда сплю с косой. Вот такая привычка. И вот как раз лет 15 назад, когда я закончила школу, начала спать с косичкой. Вот тогда-то они у меня начали расти. Ну то есть длина начала сохраняться. Они не начали расти. Они у меня очень густые, и они медленно растут. Но начала сохраняться длина. То есть они становились длиннее. Потому что иначе же они обламывались. Ночью по подушке там. Всё это ломалось. Они у меня очень тонкие. И секутся, и ломаются. Но вот косичка помогает сохранить им длину. Я так считаю, что в этом дело. Потому что до 16 лет у меня вообще не росли. Как бы они росли, но они были такие все пушистые, секущиеся. Пью ли я какие-то витамины для волос? Никогда не пила ничего подобного вообще. Я сейчас вообще никакие витамины не пью. Иногда там раз в два года пропиваю какой-нибудь. Супрадин, по-моему, пропивала. Последний раз. Месяц супрадина. То есть просто витаминный комплекс. Очень редко, но не для волос. Для волос нет. Ничего я с ними не делаю. Я просто их защищаю от обламывания косичкой. А они растут сами. Я просто стараюсь сохранить длину. Ну, никакие, кстати, ни маски, ни вот эти какие-то ампулы. Ничего вообще не втирала никогда. Ни перцовые маски. Ну, ничего не делала. Вообще ничего. И даже масла на кончике. Нет, масла... Как-то я что-то пробовала делать. Ну, это так, единично было. Если говорить за последний год, то ничего не делаю. Сейчас покажу, чем мою. И несмывашка фруктис я покупала. Как она мне? Как она мне? Сейчас расскажу. Так, сейчас посмотрим. У меня тут, кстати, замочены перчатки, которые я потеряла и нашла. Я их замочила. Надо же их теперь отмывать. Я же их нашла в мусорке на улице. Так, вот он. Как раз фруктис. И Алин, по-моему, фирма называется. 15 в 1. Вот этот, конечно, для меня гораздо лучше. Но некоторые говорят, что он сильно жернит волосы. Возможно, толстый волос, плотный, он будет жернить. Но у меня волосы очень тонкие и пористые, поэтому для меня идеально. Вот это, ну, практически никак по сравнению с этим. Этот действительно жирненький и облегчает расчесывание. Этот приятно пахнет. Не знаю, как он там лечит, питает, восстанавливает. Не знаю. Но расчесывать после вот этого легче. Я думаю, что для нормальных волос он будет хорош, гарнир. А для очень сухих волос, как у меня, хорош вот этот 15 в 1. Но он и дороже, по-моему. Хотя сейчас не знаю. Дальше. Шампунь. Шампунь у меня вот этот. Вроде как тоже для сухих волос хорошо, он с маслом. Ну, ну, нейтральный, нормальный, неплохой. Потому что вот этот, допустим, этот шампунь от Lador, который дорогой, он сушит. Мне же писали, что он сушит, но я всё равно его купила, заказала. Кондиционером пользуюсь, а шампунь сушит, я вот купила вот этот. И на все случаи жизни, гарнир фруктис, тоже нейтральный шампунь. Обычный, нормальный. Лишь бы мыл. Ещё у меня есть вот такая вот маска. Вот так называется. Заказывала, по-моему, на Ваберис. Неплохая. Обычная. Не сильно жирная. Я люблю всё-таки пожирнее. Что её я наношу после шампуня, что вот последний раз мыло не нанесла её. Всё равно, мне кажется, расчесывались они одинаково. Но опять же, берите во внимание, что у меня очень тонкий волос. Очень тонкий, очень пористый. Они у меня путаются, они у меня волнистые. То есть, если их не расчесывать, они будут прям как такая волнистая пакля. Для нормальных волос, я думаю, что все эти средства будут очень даже хороши. Если даже мне хуже не делают, то среднестатистическим волосам, думаю, подойдут. А, расческа ещё, расческу не показала. Вот такая расческа. Вот такая расческа, типа Tangle Teaser. Заказывала, по-моему, на Вайлдберис лет 5 назад, может. Она хорошо расчесывает мокрые волосы. Я после душа слегка сушу полотенцем, наверное, минут 15-20. И потом расчесываю вот такие влажные, хорошо влажные волосы вот этой расческой. Ну и сухие тоже я ей чешу, но она бывает недорасчесывает, потому что у меня путаются волосы. И тогда я использую вот это вот. Она, конечно, не очень выглядит, я просто не планировала сниматься сегодня. Я её давно не мыла. Это как бы обычная расческа, а внутри там свиная щетина. Покупала лет 200 назад. Больше 15 лет назад точно, в Красноярске. Покупала, у нас только такое не продавалось. Ну и сайтов тоже тогда не было никаких. Вот и всё. Письмо тут пришло на моего бывшего хозяина квартиры. От ТТК. Ну, в принципе, интернет уже отключен, я думаю, ему не надо. А это чек «Я лечила зуб» в Неоденте. Ну, вот такие цены, если кому-то интересно. У нас в Лисосибирске в Неоденте. Там и чистила, там и лечу. Вроде на все вопросы ответила. Если что-то забыла, то пишите, спрашивайте. У нас, кстати, завтра, 26 августа, вот как раз выйдет видео. И у нас будет на набережной тут гастрономический вечер. Ну, что-то такое там, связанное с едой, в общем. Такой типа праздник на арт-набережной Енисея. Там будут вот эти всякие гастрономические там фигурки, еда, что-то такое. Я не знаю, а что там не было. Но, судя по программе, так. Но Лина работает завтра до 6. Поэтому я, наверное, сначала пойду одна. Приду чуть раньше. С 5 до 6 будет концерт, выступление какой-то группы. Трамплин, что ли. А с 6 до 8 там будет дискотека, будет диджей. Я Лине сказала, она говорит, опять раскачиваться. Я говорю, да, опять раскачиваться. Может, это последняя дискотека на открытом воздухе. Конечно, хочется сходить. Так что завтра выйдет видео. Когда оно выйдет, я уже буду на Енисеи. Всё, буду с вами прощаться. Спасибо вам за вопросы, за просмотры, лайки и комментарии. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok